Счастье в доме, счастье в семье наступает, когда мы осознаем и понимаем, что Аллах, субханаху ва та'аля, должен быть на первом месте. В том, как мы одеваемся. Одевайтесь скромнее. Спросите себя, вызывает ли это довольство Создателя? Если да, маше Аллах. Аллах сделает тебя довольным сегодня, завтра, следующий день, и это не будет легким. Знаете, когда Аллах говорит, сделаешь это, получишь рай. Эта вещь не может быть простым заданием, будет довольно тяжело. Ведь за это вы получаете нечто большое, огромное. Аллах назначил пять намазов в день. Они удивительные, они уникальны, субханаллах. Фаджр, который вы читаете в такое время, когда... Иногда. И некоторые другие намазы. В такое время, что другие могут сказать, эй, это немного неудобно. Астаферуллах, в этом нет неудобства, это Аллах. Правда, хочешь в рай, немного постарайся. Если бы я предложил вам... Субханаллах, сумму, денег, заработу, мы бы ее сделали, зависит от предложенной суммы. А Аллах предлагает вам нечто, что намного лучше, чем вы можете представить. А вы не можете встать, помолиться и пойти спать обратно, если хотите. Сделай это. Ради Аллаха. Увидишь семью, увидишь свой дом, там будет счастье. Ведь ты поставил Аллаха на первое место. Потом, вторая часть хадиса, в первой говорилось, развивай свою связь с Аллахом, а в другой, свой характер и поведение, потому что Аллах сотворил. Все остальное, твоя взаимосвязь со всем, что Он сотворил, следи за ней. Развивай ее. Это твой рай. Всего две вещи. Каков ты с Аллахом и каков со всем остальным? И это твой рай. Звучит легко и просто, не так ли? Валлахи, нужна работа над сердцем для начала. Нужно очистить себя. Избавиться от зависти. Избавиться от двуличия. Избавиться от гордости. Избавиться от любви. Знаете, все мы любим хорошие вещи. Но когда эта любовь к мирским вещам становится очень высока, и ты хочешь получить это, украв или обманув, но оба, воровство и обман, запрещены. Ведь так? Запрещено, нельзя обманывать. Я хочу это, что я сделаю, я украду. Когда мы были молодыми, у нас говорили, выпроси, займи или укради. Знаете что? Воровать нельзя. Нет. И попрошайничать тоже недостойно, особенно если вы человек здоровый. Аллах дал вам возможности. Когда вы видите попрошающего, здорового человека, представьте, вы когда-нибудь видели, что здоровый мужик со спортзала попрошайничает? Я бы его ударил. Хотя нет, он же может ударить в ответ. Но, мои братья и сестры, давайте развивать себя. У многих из нас не лучший характер. Мы мусульмане. И мы позорим ислам очень часто. Наши сделки не честны. А потом мы ищем счастье. Иногда, в том, как мы говорим с людьми, много ругательств. Уверяю вас, от этого можно избавиться. Мы можем без этого. Эти слова нам не нужны. Хочешь счастья в семье? Говори уважительно. Говори с людьми с любовью, уважением, заботой и дома. Выслушивай их, помогаем преодолеть проблемы. Твой ребенок может подойти к тебе и сказать самую абсурдную вещь на земле. Это твой ребенок, твоя амэна. Нужно помогать ребенку, нужна надежда. Тебе нужно понять. Легко кому-то чужому сказать вам, не общайся со своим ребенком, выгони его из дома. Но, в Аллахи, они сами этого не сделали. Сделали наоборот. Мы не глупы, чтобы слушать других. Это мой дом. Пусть Аллах облегчит нам. Мы хотим счастья, да. Мы хотим быть довольными. Уверяю вас, Ислам принес очень много облегчения. Но многие люди на самом деле не следуют этому. Они думают, что следуют. Поэтому мы говорим, не судите книгу по ее обложке. Иногда мы видим, что люди выглядят, Машаллах, Табарак Аллах, выглядят чрезвычайно богобоязненными, Субхан Аллах. А потом, Аллах испытывает каждого разными видами испытаний. Когда Аллах испытывает тебя определенными испытаниями, они на твоем уровне. Нужно будет спросить себя, знаешь что, это испытание от Аллаха, мне нужно его пройти. И то, что я выгляжу внешне религиозно, не значит, что я просто так пройду испытания. Потом, шайтан нападает на твое сердце и делает что? Портит его. Загрязняет. Вы начинаете принижать людей. Поэтому, когда вы видите человека, который действительно близок к Аллаху, один из самых явных признаков близости к Аллаху, в мягкости твоего сердца, ты чувствуешь милость по отношению к другим. Это от пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям.